У нас среди тем, которые мы обязательно, друзья, обсудим, которые очень интересны, конечно же, переговоры, встреча, которая планируется на следующей неделе в Америке между российскими представителями и американскими. Как заявил посол России в Вашингтоне Антонов, посольство России в США проведет на следующей неделе встречу с представителями Белого дома и Госдепа. Этот посол сказал, что договоренность была достигнута, когда американские чиновники приходили во внешнеполитическое представительство России почтить память погибших при теракте в Крокус-Сити-Холле. Я не знаю, насколько можно доверять словам этого русского чиновника. Русские никогда не врут. Потому что, да, потому что именно они всегда врут. Но, тем не менее, если такие переговоры будут, то что на них может обсуждаться, насколько статусными они будут с точки зрения представительства и как они повлияют на Украину. Вот я это хочу обсудить. А, конечно же, мы понимаем, что мы говорим об этом в контексте произошедшего теракта в Крокус-Сити в Подмосковье. Поэтому, Дима, скажи, как ты хочешь. Или сейчас обсудим тему Крокуса? Давай сначала про переговоры, потом уже Крокус. Смотри. Значит, переговоры между американцами и русскими идут постоянно. Консультации идут постоянно. Если две эти страны враждуют, это ничего не значит. Они постоянно на связи по различным сферам деятельности. Общаются армии, общаются разведки, общаются политические каналы друг с другом. И наивно думать, что вот если сегодня это враги, то они уже вот так побили горшки и все, никто не встречается. Да нет. Чем больше вражды, тем более оживленные идут консультации, потому что так было всегда. Я, ты понимаешь, я аж не знал этих тонкостей. Вот мне многие рассказывали, вот даже смотри так, Карибский кризис, да, мир не в шаге от войны, в полушаге. Ну, напомню, что такое Карибский кризис в 60-е годы, в начале 60-х годов. 61-й. Советский Союз, да, разместил на Кубе ракеты. Ну, что такое Куба? Куба – это чуть-чуть переплыви уже США. Предбанник США, как в коридоре как бы. Разместили… Я сейчас не унижаю ни в коем случае, не умоляю независимость Кубы, как отдельное государство. Мы только в детстве на положение. Привезли советские воины под видом гуманитарной помощи Кубе ракеток, поставили там и нацелили на США. Ну, естественно, США такое терпеть не могли. Это вообще, это уже совсем скотство. Вот, и начался Карибский кризис, который должен был, по идее, как бы перерасти в Третью мировую войну. И я вот думал, это же кошмар, наверное, все сидели, дрожали. И мне Сергей Никитич Хрущев, сын Никиты Сергеевича Хрущева, тогда руководителя Советского государства, который знал о деятельности отца практически все, который был с ним неразлучен, летал с ним, когда тот был первым секретарем ЦК Компартии Советского Союза, летал с ним в зарубежные командировки, находился с ним постоянно рядом. И потом, когда отца отправили в отставку, он, Никита Сергеевич Хрущев, диктовал Сергею, сыну своему, мемуары. И Сергей потом их переправлял на Запад. Значит, Сергей Никитич, кстати, стал автором сценария блестящего, на мой взгляд, фильма «Серые волки». О заговоре против Хрущева, который возглавил номинально Брежнев, но там стояли за заговором этим Шелепин и Семичастный. Я рекомендую всем нашим зрителям посмотреть этот фильм «Серые волки». Это Советский Союз еще успел выпустить. Автор сценария Сергей Хрущев, сын Никиты Сергеевича. Олеся, ты его тоже знала. Сначала я летал к нему в США. Он жил между… Он преподавал в Брауновском университете, жил в США. Между Бостонами и Нью-Йорком он жил. Как этот городок назывался, я уже не вспомню. Может, и вспомню, но потом… В жизни благополучно испортил себе некролог, как мог. Сошел к самой новатной теме абсолютно. Дойдем до этого. А потом он приезжал к нам в Киев. Помнишь, мы с ним тоже делали интервью. А под конец жизни, то ли под влиянием болезни, то ли не знаю чего, сошел с ума на ватной теме и испортил себе некролог. Стал ватником. Рассказывал, что отец ошибся, отдав Крым. И что Крым российский. Хотя мне говорил другое. Ну, ладно, дело не в этом. Значит, идем дальше. Кстати, у него жена украинка. Он долго жил в Киеве, Сергей Никитич, потому что Никита Сергеевич его отец возглавлял. ЦК Компартии Украины определенное время. Более того, мама Сергея Никитича, жена Никиты Сергеевича, Нина Петровна Кухарчук, родом с западной Украины, с Галичины. То есть у него мама Галичанка. Так вот, что мне сказал Сергей Хрущев. Это была преамбула, она была важна. Он мне сказал, я ему говорю, так, наверное, все с ума сходили. Мир дрожал, вот сейчас начнется. Он говорит, да что вы. Да нет. Во-первых, насколько я знаю, советские маршалы пришли к Никите Сергеевичу, который кричал, сейчас мы США, Кузькину мать, там покажем в очередной раз. Они к нему пришли и сказали, Никита Сергеевич, голая жопа у нас. Мы ничего не сможем в военном плане, если американцы по нам долбанут, мы ответить не сможем, у нас ничего нет. Это мы мультяшки показываем. Точно так же, как Путин показывает свои мультяшки. Какие у него ракеты. Ну что, ну ракеты. Они не сбиваемые. А это вундерваффе. Все позбивали. Все гиперзвуковые ракеты Петриот позбивал. Ну дальше что? Понты. Понты дороже денег. В общем, они Хрущеву сказали, что не получится. И мне Сергей Никитич сказал, ну слушайте, мир может исходил с ума, но Микоян сидел у Кеннеди в Белом доме в овальном кабинете. Они пили виски. Они нормально разговаривали. Приходили к компромиссу и пришли. Все время Советский Союз был в США в контакте. Не было никакого... В этой версии там же пришел к русскому, к советскому послу тогдашнему, брат президента Кеннеди, тоже Кеннеди. Фамилия у которого. Который предложил вот Кеннеди план, как выйти из этого кризиса. И Хрущев с облегчением, с радостью, со счастьем на это пошел. Потому что там понятно, что Советский Союз в первую очередь должен был выводить с Кубы все эти ракеты убирать. А у Советского Союза было условие... Извините, пишет какой-то чувак. Пишет, вчера тоже сбили. Ай, лысый. Я не понял. Вчера летело на Киев две ракеты «Циркон». Конечно, их сбили. Их сбили Патриотом. Обломки полетели, да, в трехэтажное здание. Но сами ракеты сбили. Они летели... Я вам скажу, куда летели ракеты. Они летели на службу безопасности Украины. Вчера был день СБУ. Они летели на Владимирскую. Туда, где находится центральный офис службы безопасности Украины. Путин хотел продемонстрировать своему народу, если можно назвать этот сброд народом. Что вот смотрите, вот мы в день СБУ... Как называется наш праздник? День... Да, день службы безопасности Украины. Мы поразили главный офис нашим гиперзвуковым «Цирконом». Но они поразили только сами себя. В очередной раз, увидевшие их «Циркон», сбивают. Поэтому не пишите мне хни. Теперь дальше. Значит, вернемся к Карибскому кризису. Ну и все, они сидели, виски пили, Микоян и Кеннеди в кабинете. У Кеннеди в овальном кабинете, в Белом доме. И пришли к выводу, что ну давайте разрулим. Ну что, давайте вы, Советские Союз, убирайте ракеты из-под брюшья США. А мы там своих пару ракет уберем откуда-то... Из Турции. Из Турции, да. Но они из США убрали их под видом того, что в принципе они уже были типа не технологичные, не модернизированные, что нужно там другие были новое поставить, там их немножко было совсем. Поэтому какие бы отношения плохие не были между США и СССР, хотел сказать, и Россия, какая разница, это один хрен. Это две ядерные державы, и они всегда будут находиться в процессе консультаций и переговоров. Всегда. По поводу ядерной темы как раз. Тут Билд написал о том, что якобы Шольц большой молодец. А мы его ругаем, понимаешь? Что осенью 22-го года, мол, своим визитом в Китай к СИ, это именно Шольц, предотвратил ядерный удар по Украине со стороны России, потому что уговорил СИ надавить на Путина и, собственно говоря, жестко поставить вопрос о том, чтобы Путин не применял ядерное оружие. Многие эксперты сразу же засомневались в такой постановке вопроса и о том, что именно это Шольц все провернул, и сказали о том, что, слушайте, ну, учитывая то, как себя сейчас ведет Шольц и как ведет, например, тот же Макрон, это просто такое желание хоть как-то отмазать Шольца и показать его в более выгодном свете с точки зрения того, что он делает для того, чтобы помочь Украине в войне с Россией. А как ты считаешь? Значит, факт в том, что Путин рассматривал возможность ударить по Украине тактическим ядерным оружием. Ну, это последний козырь в его рукаве, больше козырей у него нет. Чем он нас может удивить? Все, что он мог, он уже сделал. Он пускал ракеты одну за другой, комбинированно, шахеды, как угодно. Он войска сюда прислал. Ну, что дальше? Дальше что? Вот у него остается козырь один, это тактическое ядерное оружие. Значит, безусловно, здесь была очень важна позиция Китая. Я думаю, что не один Шольц, хотя Шольц тоже. Я думаю, что да. Думаю, что и Макрон будет об этом говорить во время визита председателя СИ в Париж. В мае. И, конечно, американцы недвусмысленно заявили Путину о недопустимости подобных действий. И, конечно, говорили об этом СИ. У Китая сегодня ситуация нехорошая. Я бы не сказал даже сложная, она нехорошая. Потому что глобально экономика Китая проваливается. Американцы поняли свою ошибку и забирают большое количество своих предприятий производств из Китая в Индию, переориентируя свою экономику на Индию. Индия им ближе. Индия говорит по-английски. Индия все-таки долгий протекторат Великобритании. И не будем забывать, что Индия по населению уже переплюнула Китай. Поэтому американцы распределяют потоки. И, конечно, Китай подвязан под Америку. Китай без Америки никуда. Если представить сейчас, что никому не нужно производство, размещенное в Китае, в мире, а американцы в какой-то варооборот. Но Китай проваливается сразу. Экономика проваливается. Поэтому председатель СИ будет воздействовать на Россию. У него нет такого. Ты понимаешь, китайцев надо же понимать. Китайцы, во-первых, медленно запрягают. У них многовековая история. Они тебе улыбаются. А думают о своем всегда. Причем они не торопятся. У них время есть. У них целая вечность впереди. Это обусловлено менталитетом китайцев. Древней истории, великой истории Китая. Они себя так ведут. Это их позиция. Это их поведение. Это их право так себя вести. Поэтому у них нет никакой, как это русские говорят, наш друг Китай. Да они в гробу видели Путина и Россию. В гробу его видели. Они еще немножко иезуиты, как Се Цзиньпин сказал, прощаясь с Путиным. Берегите себя, мой дорогой друг. Звучало зловеще. Поэтому для них Россия кто? Временный союзник. Даже не так. Временный партнер. И они демонстрировали это в течение истории не один раз. Боже мой, 50-е годы. Конец 40-х. Мао Цзэдун, значит, Сталину. 19 декабря, по-моему, Сталин на день рождения, 70-летие. В 49-м году. Он 1879-го года, да. 19 декабря он отмечал, по-моему, в Большом театре это было, 70-летие. Рядом с ним Мао Цзэдун. Мао Цзэдун приезжал в Москву, там чуть ли не месяц находился. Песни пели. Сталин и Мао, братья навек. Такая дружба была. Не разлей моча. Потому что она была очень выгодна китайцам. А Советский Союз насаждал же коммунизм. Это как бы Мао, это же марксист. И, значит, дружба страшная. Сотни тысяч китайских студентов учились в Советском Союзе. Сотни тысяч советских рабочих, инженеров, преподавателей работали в Китае, помогали Китаю. Бедность была ужасающая. Мне Павел Архипович Загребельный, наш великий классик, рассказывал, когда он в составе писательской делегации приехал туда, но жрать китайцам было нечего. Жрать было нечего. Работали за копейки. Но, говорит, перед проездом нашей делегации они стояли с метелками и убирали дорогу, по которой мы будем ехать. Потому что людей много, занять нечем. Метелками убирали дорогу. Вот. Была такая дружба шикарная. Песни пели. На века. Я еще одну песню помню. Москва с Пекином в дружбе нерушимой. Дорога их легка и широка. И силы двух... Ну, что-то мимо. И дружба всех их народов на века. Вот песня была. Я тебе даже, блин, как засорена моя башка. Дай пирожка. Вот. Значит... А потом поломалась дружба. Пришел Хрущев вместо Сталина. Не те подходы немножко. Развенчал культ личности. Мао это не понравилось. Потому что под сомнение поставили культ личности Мао. И все. Уехали студенты. Уехали советские рабочие. Инженеры и преподаватели из Китая. Но этим не ограничилось. Началась война. Началась бойня. 69-й год. Даманский полуостров. Когда просто армия Китая и армия Советского Союза схлестнулись. Начались боевые действия. Жертвы пошли. Ходят слухи, что тогда советская армия пожгла китайцев лазерным оружием. Только появилось лазерное оружие. Но это были герои Советского Союза. Появились застава. Боже, кого-то я фамилию помню. Застава пограничная. Трупы и так далее. То есть от дружбы перешли к вражде. К откровенной. Потом долго враждовали. Потом при Горбачеве начались. Первые такие ростки дружбы. Такие робкие. Горбачев приехал даже в Китай. Выступил на площади Тянянмэнь. Где перед этим расстреляли китайских студентов. Тоже весь мир не понял, что происходит. Короче говоря. Китай это самостоятельный игрок. Который ищет, где ему, то есть Китаю, будет лучше. Поэтому сегодня они понимают. От России надо держаться подальше от этой бензоколонки. Просто брать у них все, что можно. Выжимать их. Но ближе быть к американцам, как бы мы их не любили. К европейцам. Потому, как там успех Китая связан с ними. Они думают о Китае. О национальной безопасности своей страны. Поэтому я не исключаю, что и Шольц, и Макрон, и Байден. Они, конечно же, имели и будут еще иметь беседы с Си Цзиньпином. Чтобы он сказал этому недоделанному Путину. Чтобы он не думал даже о том, как бы применить тактическое ядерное оружие. Я, кстати, хочу вам сказать, дорогие друзья. У меня сегодня в Инстаграме. Кстати, подпишитесь, пожалуйста, все на мой Инстаграм. Там захватывающе просто. Я сегодня в Инстаграме опубликовал видео, где показано, что будет с Россией, если они только применят тактическое оружие по Украине. Там показано прямо на видео, как американцы не ядерным вооружением, а дальнобойными ракетами, за считанные минуты разбомбят полтерритории России, причем точки, которые надо бомбить. Советую, посмотрите это видео у меня в Инстаграме сегодня. Ну вот, я ответил вроде на вопрос про Шольца. Заодно не только про Шольца, а лекцию по короткому курсу истории Советского Союза. Лекцию прочел на международном положении. Помнишь, из вытрезвителя, как у Высоцкого. Да-да, и как космические корабли бороздят. Вот по поводу как раз бороздят. Тут русская ракета бороздила аж 39 секунд польское небо. На минуточку страны НАТО, страны-члена НАТО. И бороздила абсолютно беспрепятственно, без каких-либо ограничений, столкновений с какими-то целями, которые могли бы ее сбить. Совершенно непонятная история, потому что если мы... Тут у тебя так туту делает. Можно ли англитву к туту? Паровоз уходит и делает туту. Твой паровоз никогда не уйдет. Потому что он летит только вперед. Когда мы вспомним историю с Турцией, то Эрдоган ни секунды не колебался. Тоже страна НАТО. Он истребитель сбил, не то что ракету русский. Который был 15 или сколько секунд в пространстве Турции. Только залетел сразу. А тут просто поляки наблюдали. Ну и хорошо, но это так. А если бы там самолет какой-то летел в это время? Ну это же мирное воздушное пространство. А если бы она отклонилась от траектории? Нормально? Я тебе сейчас что-то скажу. И наши зрители могут проверить. Если еще раз... Я не буду сейчас говорить, почему это произошло. Давай я не буду трогать поляков и не буду трогать НАТО. Они, конечно, бздят. Ну уже сказал, все, тронул. Бздят. Ввязываться в конфликт. Но я сейчас скажу, и можете проверить. Если еще раз русская ракета залетит в пространство НАТО, ее собьют и матери. Все. Больше добавлять ничего не буду. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...